Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной. Вы знаете, как я рад вас всех приветствовать. Я, как всегда, для вас подготовил с огромным удовольствием новый выпуск новостей. Я надеюсь, что вы также с удовольствием посмотрите его. У меня замечательное настроение, не поверите. День прекрасно прошел, даже, я бы сказал, насыщенно. Такая, знаете, легкая, приятная усталость, за которой я давно скучал. Погода радует, потеплело. Не знаю, надолго ли это все или нет, но в любом случае уже хорошо. Наслаждаемся каждым мгновением, каждой минутой, насколько это возможно. Я надеюсь, что у вас все в порядке, я надеюсь, что все вы в безопасности, я надеюсь, что с вами все хорошо. Давайте и дальше оставаться людьми, на этой волне позитива оставаться, сохранять спокойствие и нести что-то хорошее в этот свет. Сегодня пятница, а значит, впереди кого-то ждут выходные, у кого-то, как и у меня, день сурка по-прежнему происходит. Но мы не отчаиваемся, надеемся и верим в лучшее, строим планы, как бы это ни звучало странно. Также я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал замечательный, в котором все больше и больше новых людей присоединяется, проходит такое знакомство, обмениваемся опытом, обсуждаем разные интересные темы. Поэтому присоединяйтесь, приходите. Иногда бывает, знаете, когда человеку просто хочется кого-то услышать, чтобы его услышали, это тоже важно. Поэтому телеграм-канал для вас, используйте ее, открытый микрофон, всем рады, искренне. Я вам всем желаю всего самого наилучшего, самое главное, это мирного неба над головой. Ну и, конечно же, оставаться людьми. У нас-то с вами отлично получается, и надеюсь, что мы и дальше будем с вами идти этой же дорогой. Я всем желаю прекрасного настроения, утро дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете смотреть этот ролик. Ну и, конечно же, приятного всем просмотра. Ну а теперь немного отвлечемся и послушаем, какие же новости на сегодняшний день актуальны из мира шоу-бизнеса и не только. Погнали. Анна Седокова, как вы знаете, находится в Америке, и буквально недавно она там пыталась зачем-то нам всем рассказать, что у нее там происходит по поводу ее состояния здоровья. Я не знаю, правильно это неправильно, не мне судить. Так вот, в этот раз она решила пойти дальше. Недавно у нее случилось самое большое обострение хронической карпивницы, и она решила не просто об этом сказать, а выложить фото, чтобы все, так сказать, посмотрели. И мне кажется, что, знаете, эксбицианизм это не очень хорошо, причем не в таком формате, не душевно, лично я к этому не очень хорошо отношусь. Я думаю, что подобные вещи все-таки нужно обсуждать с врачом. Но Анна Седокова решила всем поделиться, чтобы ее, видимо, все пожалели. Ну а кого как не ее сейчас жалеть? Комментируйте, друзья. Как по мне, это какая-то, знаете, такая типичная манипуляция. Что думаете, комментируйте. Солист отпетых мошенников Сергей Амаралов предположил, что стало причиной кончины его коллеги Тома Хаоса. Как вы знаете, буквально недавно он ушел в мир иной. Так вот, солист группы Сергей Амаралов впервые прокомментировал смерть Тома Хаоса, Вячеслава Зинурова. В интервью на канале Алены Блин он высказал свою версию произошедшего на фоне слухов, что он сам подтолкнул его к отчаянному шагу. И вот что он рассказал. Появились около него люди неправильной направленности. Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до ухода его из группы. Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он человек весы. Мы не знали, какое у него сегодня будет настроение и куда его могло занести. И в итоге он ушел. У него сольно не совсем получалось. Потом возникли еще какие-то мутные люди. Там целый клубок событий. Все это накапливалось. И вот, собственно, произошла эта трагическая история. В общем, как вы поняли, Сергей Амаралов решил публично высказать свою позицию, что никакого отношения он не имеет к смерти его бывшего коллеги по группе. Посмотрел я это интервью. Я прекрасно понимаю, для чего оно было сделано. Это его позиция. Как там было на самом деле, вряд ли мы с вами уже узнаем. Как говорится, одни люди говорят одно, он говорит другое. А человек, которого уже нет, ничего сказать не может. Но я знаю, что многие артисты, такие как Шура, не только говорили, что очень часто появляются рядом с ними какие-то люди, действительно, которые пытаются им что-то там нашептывать, куда-то их не туда везти. В общем, если коротко говорить, манипулировать и использовать в своих корыстных целях. Ну а люди творческие, сами понимаете, они доверчивые, очень ранимые. И вот, собственно, произошла эта ужасная трагедия. Комментируйте, друзья. Недавно весь мир узнал, что Брюс Уиллис завершает кинокарьеру из-за фазии. Заболевания, лишающие способности общаться. Теперь актер будет находиться под наблюдением близких людей и меньше появляться на публике. На днях жена Брюса Уиллиса, Эмма, показала милые кадры в Инстаграме. Фотографии, сделанные во время их прогулки на открытом воздухе. Напомню, что пара находится в браке с 2009 года. Ну и, кстати, у него очень хорошая поддержка. И не только от нынешней супруги и детей, но и от бывшей супруги Дэми Мур, которая его тоже так поддерживает. Мы, конечно же, желаем здоровья только Брюс Уиллису, замечательный актер. И с такой поддержкой, как его родные и близкие, и даже бывшая супруга. Я думаю, что с ним будет все в порядке, насколько это возможно. Не очень приятная история появилась в СМИ, которая касается нынешнего бойфренда Нади Дорофеевой, он же Михаил Коцурин. Недавно в сети появилось фото Нади с Михаилом. Фото было сделано в Барселоне, но Нади Дорофеевой и Коцурин к настоящему моменту, как вы понимаете, ничего не комментируют и делают вид, что никто ничего не знает. Ну, это так часто делают артисты, это нормально. Ранее Михаил собирал донаты, чтобы его команда могла готовить еду и помогать нуждающимся. Ну, в общем, если коротко, в чем суть? Господин Михаил Коцурин собирал деньги, благотворительная якобы организация. Сам решил устроить какую-то благотворительность, спросил у людей деньги. Ну, а в итоге каким-то образом пересек границу. Сейчас находится в Барселоне. Непонятно, каким образом. Ну, и как многие утверждают, что он заплатил за это деньги. И вообще оказывается, что он собрал эти деньги для того, чтобы просто пересечь границу. То есть, честно, очень странная история. Я не знаю, правда это или нет. В любом случае, он человек не бедный. И мне странно, что богатые люди часто собирают какую-то помощь. Ну, да бог с ним. Факт в том, что огромное количество подписчиков сейчас ему пишут разные комментарии, предъявы о том, что как ты сбежал из страны, куда дел деньги и что вообще происходит. Ну, и ходят слухи, что якобы он заплатил 10 тысяч долларов. Опять-таки, это пишут в СМИ. Но факт того, что он пересек границу, это точно. Буквально на днях сыну Жанны Фриске и Дмитрию Шепелеву исполнилось 9 лет. Но в праздничный день, как вы понимаете, его не смогли увидеть родные Жанны, поэтому они обратились к мальчику через интернет. 7 апреля Платону исполнилось 9 лет. Ну, а вы знаете, что там до сих пор происходят у них сложные отношения. И, собственно, Дмитрий Шепелев по-прежнему не разрешает общаться родственникам Жанны Фриске с Платоном. Наталья Фриске поделилась в соцсетях грустным постом, которым обращается к племяннику и надеется достучаться до него. Платоша, мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки, мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником. Ну и к поздравлениям, само собой, присоединились и бабушка с дедушкой, и крестная мама Ольга Орлова. Мальчику, конечно же, всего самого наилучшего, но взрослым хочется пожелать какой-то мудрости, и чтобы они наконец-то как-то договорились, потому что ребенок растет. Что потом из этого всего получится, никто не знает. Но я думаю, что чем скорее они все помирятся, тем будет лучше для ребенка в первую очередь. Екатерина Стриженова вернулась в Москву. На днях телеведущая отправилась на отдых в Ереван, после чего в сети тут же поползли слухи об увольнении Екатерины Стриженовой с Первого канала и ее последующей эмиграции. Вопреки всем сплетням, Екатерина все-таки вернулась. Она возмутилась негативным слухом о себе, поспешила опровергнуть их. И вот что она говорит. Приземлилась, включила телефон, узнала о себе много нового. Здесь без юриста не обойтись. Прежде чем я разберусь с людьми, которые запустили фейк, оклеветали меня и принесли репутационные потери, считаю своим долгом сообщить, что 7 апреля во Мхате имени Горького, как и планировалось ранее, состоится спектакль с моим участием. Вот так вот громко о себе заявила, точнее о своем возвращении из отпуска Екатерина Стриженова. Так что, друзья, если вы вдруг переживали, она на месте. Астралийская комедиантка и актриса Рэбел Уилсон решила продать свое теплое гнездышко в Сидне, которое стоит почти 7 миллионов долларов. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, прикрепив к публикации фотографии жилья. Как объяснила актриса, она вынуждена продать это жилье, потому что следующие несколько лет будет работать за пределами родной Австралии. Не так давно в доме был завершен ремонт, 42-летняя блондинка даже установила лифт, с которого открывается невероятный вид, когда ты поднимаешься и спускаешься. Внутри три спальни, три ванные комнаты, кухня и терраса с видом на арочный мост Харбор Бриджа. Что, друзья, кто живет в Австралии, у вас есть прекрасная возможность. Всего 7 миллионов долларов, правда не уточняется, каких австралийских или американских. И дом с лифтом будет у вас, но вид, конечно, шикарный. Я бы купил Рэбл, честно, признаюсь, но мне нужно подкопить. Лет так еще 120. Если подождешь, я возьму. Сиена Миллер стала героиней свежего номера британского Эль. В беседе с журналистом 40-летняя актриса откровенно рассказала, что заморозила яйца клетки, потому что хочет иметь детей. У Сиены подрастает дочь 9-летняя Марлоу, которую она родила, будучи в отношении к с актером Томом Цариджем. Вот ее прямая цитата. Я чувствовала давление. Хочу ли я иметь еще одного ребенка? Почему я ничего не сделала раньше? Все эти вопросы крайне мучительны. Природа невероятно жестока по отношению к женщинам в этом возрасте. Кроме того, Сиена, которая недавно снялась в мини-сериале «Анатомия скандала», признала, что у нее много общего со своей героиней, намекая, что ей пришлось пережить громкую измену. Оказалось, что у Сиены и ее героини довольно много общего. Так обе они пережили громкую и довольно скандальную измену. Но я думаю, Сиена не первая, не последняя артистка и просто женщина, которой приходится переживать измену. Да, это звучит как будто так и должно быть. Нет, на самом деле так быть не должно. Но, к сожалению, вот такая вот она жизнь. Но в любом случае заморозила свою яйцеклетку. Сейчас это как-то очень актуально. Так делают очень многие. Дай бог, пусть будет еще у нее один ребенок. Кто вообще знает эту актрису? Может быть, вообще сейчас думает, а кто это? Проекты Эзри Миллера заморожены после недавнего инцидента и ареста, о котором я рассказывал. Как сообщают иностранные СМИ, все проекты с участием Флэша все стоят на паузе. Голливуд снова включил режим отмены. На сей раз в отношении 29-летнего Эзри Миллера, известного по роли супергероя Флэша, а также по роли фантастических тварях. Причина – плохое поведение, вернее дебош, который актер учинил в конце марта на Гавайях. Эзру, конечно, выпустили под залог, но дело на актера все-таки завели. Как стало известно, руководство студии Warner Brothers, посовещавшись, приняло решение приостановить работу над всеми проектами с участием Миллера и вообще пересмотреть сотрудничество с актером в будущем. Один из фильмов, который так ждет публика, это новый Флэш с Миллером главной роли. Он должен был выйти в июне 23-го года. Кроме того, в материале американского издания приводят слова анонимных очевидцев неадекватного поведения Миллера и на съемочной площадке. Инсайдеры утверждают, что во время съемок Флэша у Эзри были нервные срывы. Он вел себя очень агрессивно, терял контроль и иногда выдавал странные фразы, типа «я не знаю, что я делаю» и так далее. В общем, как вы поняли, у нас что не звезда, что не талантливый человек, то обязательно с каким-то багажом своих каких-то пороков, причудов или как это еще все назвать. Но за это все они вот так вот иногда горько платят. Украинский актер Дмитрий Ступко развелся с супругой, телеведущей Полиной Лагуновой. Об этом экс-возлюбленная актера сообщила в ответ на сторис в Инстаграме, где похвасталась кольцом с бриллиантом от одного избранника. Вот что она написала. «Друзья, мы с Димой больше не супруги, но мы остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю». Нам удалось сохранить действительно дружную атмосферу, мы будем подавать пример, как к бывшим супругам можно сохранить отношения. Это замечательно и прекрасно. Напомню, что у них есть четырехлетняя дочь. С 2021 года супруги жили на две страны, США и Украина. Я не знаю, насколько талантливый Дмитрий Ступко как актер. Вот его дедушка, это уж точно. Насчет папы не знаю, а с внуком тут бы я поспорил и поставил бы большой знак вопроса. Мне кажется, здесь просто фигурирует известная фамилия и не более. Ну, как видите, часто такая история, когда возлюбленные уезжают куда-то в эмиграцию и после этого расстаются. Как говорится, не сложилось. Так бывает. Но самое главное, что ради общей дочери они смогли сохранить хорошие отношения. Надеюсь, что и так и дальше будет. Ну и немного новостей про Моргенштерна. Значит, как сообщает «Голос Израиля», российский шоумен Алишер Моргенштерн станет гражданином Израиля. Как мне написали многие, он еврей. Не знаю, по какой линии, это не важно. Так же, как и Джиган, оказывается, у нас прям в шоу-бизнесе все евреи вдруг оказались. Но не суть. Станет и станет, слава богу. Ну и самая главная новость, которую обсуждают, это то, что он разводится со своей уже бывшей супругой Диларой. Вот так вот. Недолго был их роман. Как говорится, жить с рок-звездой – это очень сложно. Поэтому я так полагаю, что Дилары не выдержала все эти причуды, повадки. Напомню, что он слишком еще молод. Все эти его выбрыки. Я думаю, что это сложно все выдерживать. Хотя не факт. Может быть, Дилара кого-то встретила. И такое может быть. Как вы думаете, по какой причине они разводятся? Я на 99,9% уверен, что это было решение самой Дилары. Интересные слухи тут ходят по поводу Ксении Анатольевны Собчак. На этот раз, нет, на нее никто не подает в суд. К ее волосам нет никаких претензий, она их наконец-то вымыла. Но ходит слух, что Ксения продает свою недвижимость и собирается эмигрировать из страны. Что, в принципе, вполне вероятно может произойти. Почему бы и нет? Посмотрите на эту фотографию. Это Том Холланд показывает, как обычно происходят все съемки у многих блогеров, там, блогеров и так далее. То есть они сидят так красиво, там, одеты. Но никто не подозревает, что в этот момент они в трусах или вообще без трусов. Ну, собственно, меня он вообще не удивил. Ну, только повеселил. Маша Ефросинина, как вы знаете, это известная украинская телеведущая, которая активно сейчас высказывается по поводу всего, что происходит в Украине. Она, как говорится, за словом в карман не лезет. Но сейчас конкретно я хочу сделать акцент касательно ее высказывания по поводу Николая Баскова и Манучарова. Оказывается, Маша сообщила, но то, что они нетрадиционной ориентации, это, я думаю, никого сейчас не удивит. Правда ведь? Или кого-то еще это удивляет. Но окей, это неважно. Но я удивился тому, что оказывается, из слов Марии Ефросининой, Николай Басков и Манучаров, они еще и любовники. Вот это для меня было удивление и новостью. Я этого, честно говоря, не знал. Это не моей придумки. Вот, собственно, прямая цитата самой Маши Ефросининой. Комментируйте. В одном ты прав, Коля. Признаю, прав. В том, что всегда отрицал то, что ты гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут соглашусь. Вы действительно не геи. Вы пидорасы. Лолита Милявская устроила скандал в пенсионном фонде. Она возмутилась размером своей пенсии, которая составляет 23 тысячи рублей. По ее мнению, если бы у нее было звание народной артистки, она бы получала побольше. И вот, что она рассказывает. Мне присылают пенсию 21 тысячу. Я лично явилась в пенсионный фонд и устроила скандал, требуя объяснений. Я незаслуженная артистка, но максимум с московскими надбавками 17 предел. 17 тысяч пенсия. Они так испугались. Выяснилось, что у меня и пэй, и налоги немаленькие. Короче, пенсия все равно фигня по сравнению с тем, что я плачу. Зато после индексации у нее теперь пенсия 23 тысячи рублей. Если честно, я не совсем понял, что здесь пыталась доказать Лолита. Какая она классная. Типа, мне пенсия не нужна. Но раз не нужна, так ты можешь ее просто автоматом перечислять. Например, беженцам из Украины. Лолита, ты же помнишь, что ты из Киева? Точнее, Солевого. Лобода, которой якобы пофиг на любые списки, куда ее ту вносили, ту выносили, попросила все-таки убрать свое имя с одного сайта, где вносили всех в черный список. Создатель платформы Петр Заставный рассказал, что пиарщик и певица спрашивали, что для этого нужно сделать. Собственно, после этого именно Светлана Лобода, как утверждают создатели сайта, и начала активно рассказывать и показывать, что она делает и как она помогает. Вот так вот, друзья. Ну, опять же, эта новость, это никакая не моя там сплетня. На тяжелобольного Вячеслава Зайцева подали в суд. Столичные власти подали иск компании-модельера. Департамент городского имущества Москвы требует через суд выплатить 4,2 миллиона рублей. По данным СМИ, Зайцева требует пени за несвоевременное внесение арендных платежей. Честно признаюсь, мне кажется, что вокруг Вячеслава Зайцева точно какие-то неправильные люди, потому что как так можно было все это сделать? Была у него огромная корпорация, успешная, и вот что к чему это все приводит. Какие-то долги. Тут только процентов набежало на 4,5 миллиона рублей. Что-то мне подсказывает, что все это плохо закончится. Комментируйте, друзья. СМИ сообщают, что Иван Ургант распродает элитную недвижимость в России и переезжает жить в Израиль. Во время мартовской поездки он занимался документами по получению гражданства с его супругой и детьми. Ну, пока что эта информация не подтверждается. Я думаю, что со временем мы все с вами узнаем. В любом случае имеет полное право. При том, что его сейчас так мочат жестко, как сказали, прыщно. Я думаю, он себе спокойно эмигрирует. Все у него будет в порядке. Хотя, не знаю, не знаю. Что думаете, друзья, уедет или нет? Гномья мать поддержала челлендж Сеней Бородиной по отказу резать сумки Шанель. Как это сделала сумасшедшая Бонита. Ну, если честно, странный челлендж. Больше ничего мнения не придумали. То есть, вы понимаете, да? Пока люди, многие там, страдают от чего-то. У кого-то не хватает денег. Кому-то нужно помочь на лечение. Приюты, благотворительные организации. Просто можно точечно кому-то показать. Все эти звездухи, по-другому их назвать не могу. Демонстративно там стоят и что-то режут. Сумки Шанель. Ну, что я могу сказать? Не все вальты в колоде. Это такое дело. Тем более, сейчас весна, жесткое обострение у всех. В общем, вот что рассказывает Гномья матушка. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. Да вы что? Гномья мать. Да вы что? Я рыдаю. У меня прям истерика сейчас начнется. Обидели. Обидели. Интересная новость насчет потлаты андатры и семьи Королевых. Оказывается, мама Люда больше не кахает свою потлату андатру. Теща Тарзана отписалась от него в соцсети, которую нельзя называть. Ну, как вы поняли, это про инстаграм речь идет. После его заявлений о буче. Как вы знаете, а может кто-то не знает, потлаты андатры там несла какую-то пургу, херню по-другому, извините за эмоции. Не могу сказать. Но да бог с ним, это все на его совести. Но вот мама Люда этого не поддержала и публично, демонстративно от него отписалась. Не знаю, какие у них там взаимоотношения будут. В отличие от потлаты андатры и Наташеньки Королевой, мама Люда на своей странице в инстаграме четко высказала свою позицию. Сергей Жигунов похудел с новой женой на 20 килограмм. 59-летний актер Жигунов женился в третий раз год назад. Его избранницей стала 49-летняя журналистка Виктория Ворожбит. На днях Виктория в своем телеграм-канале поделилась фото с похудевшим мужем. Виктория уверяет, что благодаря ей Сергей скинул 20 килограмм. Женщина признала, что сейчас муж ей нравится гораздо больше. Ну и замечательно и прекрасно. А вообще Жигунов, конечно, еще тот Джигала. Правда, не очень хорошо он и непорядочно поступил со своей бывшей супругой. Ушел раз, ушел два. Я не знаю, может быть он еще и в третий раз к ней вернется. Но это жесть. Вот такие бывают иногда дамы, которые прощают все. Не знаю, хорошо это или нет, как есть, так есть. В любом случае, каждый принимает решение так, как считает нужным. Главное, чтобы потом вам не было после этого очень тяжко. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Но у нас с вами, как обычно, есть еще замечательная, прекрасная рубрика добра, которую мы сейчас с вами узнаем. Но перед тем, как перейдем к этой рубрике, не забудьте убедиться, что вы подписались на этот канал. Конечно же, не забывайте ставить палец вверх, сердечки, лайки. Это все одно и то же. Ну и, конечно же, комментируйте то, что посчитаете нужным. Вот такого кроху медвежонка спасли люди. Маленький истощенный зверек вышел к людям в деревне. Он был очень напуган. К сожалению, местные так и не нашли его маму. За медвежонком приехали сотрудники региональной Минприроды. Они отвезли его в Центр спасения медвежат-сирот. Там найденыш пройдет реабилитацию, подрастет, а после его выпустят на волю. Посмотрите, какое маленькое чудо. Конечно, это чудо потом вымахает, вырастет. Но это не такие, когда маленькие, не очень милые. И слава богу, что люди вовремя среагировали и не бросили его. А вот снова добрые неравнодушные люди на этот раз спасают гигантскую черепаху, выброшенную на берег. Специалисты говорят, что за полвека это всего лишь третий случай, когда средиземноморская черепаха попала на берег Черного моря. Весит бедняка 100 килограммов, 100 килограммов черепаха. Ее возраст пока точно не установили, где-то от 30 до 50 лет. Специалисты оказали черепахе первую помощь, однако ее состояние все равно оценивают как тяжелое. Сейчас она в местном центре реабилитации, отдыхает в детском бассейне. После чего, конечно же, ее поставят, так сказать, на ноги и отпустят в вольное плавание. Молодая пара спасла детеныша Норки. На брюшке малышки была дыра, возможно, ее покусали собаки. Животные сразу же отвезли к ветеринарам, где ему провели операцию, назвали Норычом. Сейчас малыш устанавливается, вкусная еда в ванночке с прохладной водой. Все это ему предоставляется в период реабилитации. Но выпускать на волю Норыча пока еще рано. Он немного подрастет, встанет на ноги и его также отпустят на волю. Вот такая вот еще одна крошка спасена неравнодушными людьми. А на этом видео вы можете просмотреть просто, знаете, это тот случай. Какими бы мы ни были большими и взрослыми, все равно мы в душе все остаемся детьми, которые любят иногда просто подурачиться, поиграть. Собственно, какая-то косолапая. Посмотрите, как он замечательно и весело проводит время, а тем самым поднимает нам настроение. Школьник спасает соседскую собаку от голодной смерти, которую оставили на произвол судьбы. Парень нашел животное в квартире, в которой никого не было. Скорее всего, собаку бросили, она была обезвожена и голодна. Сейчас школьник собирает деньги на корм и разные лакомства. Питомца он называет графом. Парень оставил послание в интернете, просит каждого, кто хочет помочь, связаться с ним. Вот такой он школьник, маленький парень, но уже с большим сердцем, который не бросил собачку. Ну а те люди, которые так поступили, ну что я могу сказать? Без комментариев. Незнакомцы прислали 7-летнему мальчику с аутизмом его любимые футболки. Мама ребенка рассказала в сети, что ее сын каждый день надевает одну и ту же футболку и отказывается категорически носить другие. Но одежду надо стирать. И австралики приходилось снимать с мальчика футболку во сне, стирать ночью ее и высушивать к утру. После публикации женщине прислали одинаковые футболки со всей Австралии. И это растрогало ее до слез. Вот собственно можете посмотреть. Спасибо. Видите какие отзывчивые добрые люди. Они везде, во всем мире. Их очень много. Выброшенного из гнезда бельчонка чудом удалось спасти. Местные жители случайно обнаружили трех крохотных детенышей под деревом. К сожалению, двум малышам не смогли помочь. Но счастливчику Сильверу повезло больше. Его состояние удалось стабилизировать. За бельчонком ухаживают лучшие специалисты города. Отпаивают его молоком и не отводят глаз от крохи. Оказалось, что от малышей отказались родители. Бельчата родились слишком слабыми, чтобы самостоятельно выживать в дикой природе. Спасибо людям, которые не бросили их. А вот этот 20-летний парень спас провалившегося под лед ребенка. Он возвращался после рабочей смены домой. Проходя мимо реки, он услышал женские крики о помощи. Максим не раздумывая на них побежал. Пока он несся по тонкому льду, он скинул с себя часть одежды. И подбежав, он увидел 10-летнюю девочку. Она тонула и из последних сил держалась за льдену. Максим тянул школьницу за капюшон. И так ему удалось ее вытащить из ледяной воды. Сам герой с трудом выбрался из реки. Так как одежда промокла, а тело окоченело от холода. В итоге и девочку, и студента отогрели сотрудники скорой. И слава богу, что все остались живы. И со всеми все хорошо. Вот он, еще один герой, 20-летний Максим. Это невероятная история, которая из города Буччи. Но это прекрасная история. Псу и хозяину пришлось раздучиться на время. Но собаку обнаружили солдаты и разыскали ее хозяина. Посмотрите на эту трогательную, милую встречу. Это просто не передать словами, честно. Я когда смотрел это видео, у меня аж просто сердце сжималось. Слава богу, они снова вместе. Пенсионер спас одинокого лебедя, который едва не умер от холода. Пернатый не успел улететь в теплые края вместе со своими сородочами. Остался совсем один. Местный житель заметил неподалеку от своего дома плавающую в замерзшей реке птицу. И вместе со своим товарищем решил незамедлительно ее вытащить. Он поселил нового друга в конюшне. И ежедневно выходил с ним гулять на солнышко. Так и прошла зимовка лебедя. Сейчас он ждет окончательного потепления, чтобы отпустить птицу в вольное плавание. Говорит, что будет очень грустить, но никогда о нем не забудет и будет навещать его обязательно. Спасибо этому человеку, который не дал пропасть лебедю. Еще одна невероятная история. И снова город Буча. Более двух недель врач-терапевт Ирина провела в оккупации в Буче. Там она, многодетная мать, была со своей всей семьей, мужем и тремя детьми в возрасте от 8 до 17 лет. С первых дней женщина оказывала медицинскую помощь соседям и всем, кто к ней обращался. На микрорайоне она была просто единственным медиком. А 8 марта в Буче Ирина приняла роды у своей соседки. И на свет появилась вот эта девочка Алиса. Вы можете ее сейчас увидеть. А вот сама Ирина со своей семьей. Ну, у семьи заблюрины лица, как вы понимаете. А вот сама Ирина. Вот это вот настоящий герой. Она выполняла свой долг. Помогала всем нуждающимся, спасала всех людей, лечила, еще и принимала роды. И вот они все выжили. И слава богу, это невероятное чудо. А Ирина, это не просто врач, это герой. Это настоящий герой, который хочется просто преклониться, поклониться и обнять. И сказать ей огромнейшее человеческое спасибо. На этой очень трогательной, эмоциональной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск новостей. Я вам всем желаю от души. Сохраняйте спокойствие. Берегите себя, пожалуйста. И держитесь изо всех сил, как только можете. Это очень важно. Приходите к нам в телеграм-канал. Возвращайтесь на этот канал. Я всегда вам всем искренне рад здесь. И буду ждать с нетерпением нашей новой встречи. На этом все. Пока-пока.